И вот Щеглова есть, друзья. Очень здорово, что здесь есть балкон, гидроизоляция, но здесь есть нормальная нумерация завода, широкие симпатичные двери от застройщиков, как на ладони. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Получилось так, что приехал в Ленинградскую область, поселок Щеглова, и вот здесь такой прекрасный дом. Скоро должны уже сдать им эксплуатацию, давайте зайдем и вместе посмотрим, как строит мало-мало известный застройщик. Застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью Алгоритм Девелопмент с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Данную компанию-застройщика мы знаем по жилым комплексам Медем и Алгоритм. Все эти комплексы построены в поселке Щеглова. Фундамент здания монолитная железобетонная плита в 60 сантиметров толщиной. Фасадные стены трехслойные в 38 сантиметра толщину. Межэтажные перекрытия монолитные в 16 сантиметров толщиной. В конструкции полов квартир предусмотрена шумоизоляция из вспененного полиэтилена в 10 миллиметров толщиной. К примеру, в жилом комплексе Альтер бизнес-класса шумоизоляция в 5 миллиметров. А стоимость однокомнатной квартиры от 13 миллионов 900 тысяч рублей. Ссылку на обзор этого комплекса оставлю в описании к этому видео. Посмотрите. Внутренние стены заводского изготовления в 16 сантиметров толщиной. Перегородки из пустотелого бетонного камня СКЦ в 10 сантиметров толщиной. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. Высота потолка в квартирах 2 метра 76 сантиметров. Квартиры сейчас застройщик продает и передает в чистовой отделке. В комплексе 63 квартиры и 39 машиномест вне преддомовой территории. То есть вы будете парковаться где-то недалеко от вашего дома. Там, где найдете место. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры займут почти 50% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 38% и трехкомнатные квартиры 12,7%. На момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 500 тысяч рублей. В панельном монолитной технологии есть ряд преимуществ. Первое – это ровные стены, так как панели для возведения жилого комплекса изготавливаются на заводе и имеют заводское качество. Второе – это прочная связь стеновых панелей с монолитным перекрытием. Это обеспечивает поперечную жесткость и целостность конструкции. Третье – это стены к соседям из бетона. Чем плотнее материал, тем у него лучше звукоизоляция. Четвертое – это быстрота возведения. Пятое – дешевле ремонт. Я сам живу в доме, построенном по аналогичной технологии. Дом панельный, современные плиты. По мне смотрится достаточно красиво. Это, пожалуй, самый красивый дом в Щеглово. Есть детская спортивная площадка. Она современная. И, видите, сюда уже приходят родители из близлежащих домов. Поселок Щеглово, дом 42. Класс на эффективности B. Высокий. Большие широкие окна. Красивый черный цвет. Мне нравится. Входная группа. Здесь, обратите внимание, в уровень землей. Большое количество стекления. Входная группа. Есть тамбур. Дом еще не сдан, напомню. При входе мы видим входную группу и ступени наверх. Вторая входная группа. Чуть позже я вам покажу. Это, друзья, у нас с вами первый этаж. Об этом говорит вот эта цифра и название комплекса Терза. Если кто знает, что обозначает это слово, напишите обязательно в комментариях. Отделка стен. Слушайте, красивая штукатурка. Красивое обрамление лифтов. ЕЛМ. Китайские лифты, если я не ошибаюсь. На первом этаже у нас есть технические помещения. Соответственно, квартиры. Широкие, симпатичные двери от застройщика. Обратите внимание, здесь есть алюминиевый уголок. Чтобы при ремонте предметами, которые привозят люди в свои квартиры, не повредили вот эти углы. Это достаточно грамотно. И обратите внимание, как красиво смотрится горельята на потолке. Сейчас посмотрим с вами почтовые ящики. Ох, тут закрыто. Обратите внимание, друзья, что дом должны сдать в первом квартале 2023 года. Он еще не сдан. Но здесь есть нормальная нумерация завода. Они, как некоторые, клеют нарезанную бумагу на обычном принтере, криво-косо. И говорят, мы это сделаем потом. Лесичный марш. Достаточно широкий. Надеюсь, все отмоют. Плитка. Для того, чтобы вы здесь могли пройти, видите, есть вот такой железный настил, чтобы плитку не раздолбать. Так, со стопором? Или не со стопором? Интересные доводчики, но без стопора. Вот видите, как удобно сделано. И, кстати, отмечу, что на лестничных маршах тоже неплохая отделка, только цвет немножечко другой. Не хватает немного нумерации, этажности. Даже вот здесь, смотрите, окрасили белым, и вот так аккуратненько окрасили держателем. Восьмой этаж. Грузопассажирский лифт. Камера уже, указатель этажности. Жаль, что его, конечно, здесь нет. Квартиры. Застройщик сдает в предчистовой отделке. Тук-тук. Ого! Обратите внимание, какое большое количество автоматов. Розетка для роутера. Снимаются эти с руки. Ванна. Гидроизоляция. Счетчики на воду. Кухня. На кухне... А, вот оно, канализационное отверстие. И под воду выводы. Обратите внимание, как сделано аккуратно. Обычно такие дырения все делают. То есть здесь, знаете, как будто взял в лому в воду. Вот здесь такого нет. А вот и весь щеглоба. Как на ладони. Здесь и зимой, и летом хорошо. И очень удобно, что Санкт-Петербург находится недалеко. Окна с дверьми смонтированы на пластины. Пена замазана зачеканена мастикой. Вроде-то даже ничего. Двухкамерные стеклопакеты. Вот такой балкончик. Слушайте, очень здорово, что здесь есть балкон. Потому что здесь чистый воздух. Вот здесь сразу находится школа. Чуть далее детский сад. Все в шаговой доступности. Большой магазин-магнит. Здесь же такой мини-рынок. И вот сам весь, в принципе, поселок. Советская старая застройка. Чуть далее. Вот там зеленые дома. Более современные. Но это, конечно, самый, наверное, здесь будет на данный момент крутой и красивый дом. Из особенностей. Здесь застройщик нарастил часть стены. Чтобы, когда монтируют двери, нормально встал. Наличник со всех сторон. Штукатурка, сетка. Обращаю ваше внимание, что здесь около сантиметра всего лишь штукатурки. Слой ровный. Смотрится все достаточно красиво. А, смотрите. А тут были маяки. Их вытащили. И заштукатурили все. Поэтому ровные стенки. Здесь, в принципе, шлифануть. Покрасить. Напольное покрытие и все. Так, разводка системы, получается, у нас вертикальная. На последних этажах есть вот такой устройство по сбросу воздуха. Радиаторы горячие. Здесь очень тепло в квартире. И плюс этого дома в том, что хоть он и панельный, то есть вертикальный это панельный, а перекрытие, обратите внимание, они монолитные, их заливали по месту. А высота здесь 2,70 потолка. И первое впечатление достаточно положительное. И, кстати, смотрите. Раз, два, четыре квартиры на площадке. Четыре здесь. И, наверное, четыре здесь. Раз, два, три, четыре. Да. Тут вообще в коридорчике можно стеночку самому потом поставить. Сделать себе доп. место хранения. О, кстати, посмотрим сейчас вид из окон с другой стороны. Слушайте, планировочное решение нормальное. Вот зашимый получается раз, это двукомнатная квартира. Небольшие компактные комнаты для проживания. Сантехника, тепло-шумоизоляция для пожаротушения. Там гидран такой домашний. Слушайте, гидроизоляция круто сделана. Так, это у нас такая большая кухня. Кухня-гостиная. Сейчас окошечко откроем. Очень тепло. Очень. И вот Щеглово весь, друзья. Вот там вдалеке дома, это уже Всеволожск. И до Всеволожска ехать, наверное, на машине минут 10. С парковкой проблем нет, потому что все дома малоэтажные. Это, пожалуй, самый высокий дом на сегодняшний день в Щеглово. А сегодня у нас воскресенье, 5 число, 14.42. Да. Вот такая красота. Однокомнатная квартира в этом комплексе стоит от 5,5 миллионов рублей. И однокомнатные квартиры достаточно большие по площади. То есть, чтобы вы, друзья, понимали, однокомнатная квартира в эту стоимость, это почти 49 квадратных метров. В советское время в советских панельках, кирпичных домах были двухкомнатные квартиры по 41-47 квадратных метров. А здесь 49 и однокомнатные. Ну, конечно, есть и вот такая неприятная мелочь. Но так как дом не сдан, докапываться не будем. Потому что по-нормальному это все должны исправить до сдачи. Здесь, скорее всего, где-то была протечка, которую, понятно, что устранили. Потому что если бы не устранили, было бы немного воды. Ах, жаль, что закрыто. Стеки плит. Видим, что очень качественно зачеканено. Нигде не видно следов обрыва, каких-то отверстий, что не нанесли мастику. А вот она, кстати, и дорога, которая ведет в Севолжск. Вот она, между участным сектором. А тут обратите внимание, какой вековой лес. Очень круто. Ну, есть, конечно, и вот такой нюанс. Чтобы было удобно заезжать в свой новый современный дом родителям с колясками, то вот сделан такой трехэтажный пантус. Вот я, честно, против таких нагромождений. Считаю, что все нужно строить в уровне земли. Плиты трехслойные, современные, внутри базальтовый утеплитель. Поэтому в таких домах зимой тепло, а летом достаточно прохладно. Я за панельно-монолитное строительство. Почему? А потому что плиты идут за водой, и все, что вертикально, оно ровное, с заводским качеством. А все, что уже горизонтальное, монтируют, заливают строители по месту. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Отставьте заявку на andreartemov.ru либо напишите в мои соцсети. Они вот здесь, в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok